Стрельба ведется из трех положений. Лежа, сидя и стоя. 15 выстрелов и три мишени. Это только один из этапов соревнований «Ворошиловский стрелок». Игры проводят в Реутове второй год. Количество участников значительно взросло, говорят организаторы. Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Воспитывают патриотический дух, силу, волю. Очень необходимы для ребят. Участники должны показать знания истории вооруженных сил СССР, России и технических характеристик оружия. Каждый может испытать свои силы в лазерном тире. Здесь их два. Для стрельбы из пистолета и автомата. Научиться стрелять может каждый. Главное выбрать правильную стойку и прицелиться. Если стрелки еще неопытные, то отстреляться им помогают профессионалы. Как держать оружие, как правильно стоять и техника безопасности всему учат. Если вы встали, вот ваше движение туда, 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 туда. Все делать с пакования. Кроме стрельбы здесь сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова. Главное здесь скорость и сплоченность команды. Сегодня участвуют представители 18 муниципалитетов Подмосковья. Для каждого участника соревнования это подготовка к взрослой жизни. Так, например, риутовчанка Виктория Пугачева мечтает стать следователем и считает, что военная подготовка ей не помешает. Мне интересно все связанное с военным делом и свою жизнь я хочу тоже связать с ним. По итогам соревновательного этапа три лучших клуба выезжают на областные игры. Организаторы уже отметили своих фаворитов, но делиться догадками, кто станет лидером, пока не хотят. У нас еще осталось, помимо сегодняшней игры, еще две игры. Это Воскресенский и Владкарина. Поэтому пока рано говорить. Есть фавориты, определенно фавориты имеются. В финале соревнований команда победитель получит кубок ворошиловского стрелка. И возможно, говорят организаторы, ребята поедут на всероссийские военные игры. Анна Ионова, Александр Попов для РТВ.